Масштабная стройка на улице Шверника идет полным ходом. Здесь возводят второй корпус детского инфекционного отделения на 100 мест. На первом этаже будущего здания разместят реанимационные и приемные отделения. На остальных будут лечиться пациенты с различными инфекциями. В планах оснастить больницу сверхсовременным оборудованием, чтобы можно было лечить не только существующие инфекционные болезни, но и те, о которых сегодня может быть еще неизвестно. Однако об оснащении пока говорить рано. На сегодняшний день рабочие занимаются бетонными работами и параллельно в мастерских готовят элементы внутренней отделки, чтобы сократить время работы. Нами задача самим себе поставлена о выполнении всех работ по сооружению конструктива максимум до апреля месяца. В апреле месяце мы приступим к кровли, чтобы выполнять. Сейчас уже ведутся внутренние работы по канализации, кирпичная окладка ведется по мере того, что возможно сейчас выполнять в зимних условиях. На объекте трудится порядка 100 рабочих и 4 единицы специализированной техники. В ближайшее время планируют перейти на круглосуточный режим работы. Крепление котлована при разработке грунта, оно было необычное. Стесненные условия строительства и устройства было, свайные крепления котлована применили. Строительство инфекционного корпуса ведется в рамках государственной программы развития здравоохранения в Самарской области на 2014-2023 годы. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году. Губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства отметил необходимость энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической и онкологической помощи и подчеркнул, что все новые объекты здравоохранения должны строиться опережающими темпами и учитывать требования текущего момента. Мария Елевина, Максим Гусев, События.